Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко назвал фан-предпосылки Второго Чернобыля, грозящего миру села территории Украины. Политик считает, что ситуация в украинской атомной энергетике близка к катастрофичной. Ранее о возможной катастрофе масштаба Чернобыльской заявил экс-депутат Рады Евгений Мураев, выступление опубликовано на YouTube-канале «Политика». По словам Мураева, ядерная энергетика Украины находится в удручающем состоянии, все регламенты устарели, отрасль работает только на инерции и за счет администрирования. Многие эксперты говорят, что Чернобыль может повториться, предупреждает украинский политик. Коллега Мураева по украинскому парламенту Алексей Журавко давно внимательно следит за ситуацией в ядерной энергетике Украины и знает все ее болевые точки. В комментарии фан Журавко перечислил предпосылки катастрофы, зашитые в украинской атомной отрасли. Первое, на Украине идет тотальное разворовывание средств, которые якобы выделяются на содержание и безопасность атомной инфраструктуры, отметил Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей. Второе, самое страшное, когда такой отраслью управляют непрофессионалы, как это происходит на Украине, где скороспелые неучи заменили профи, а люди с профессиональным опытом либо уже в пенсионном возрасте, либо покинули страну из-за нищенских зарплат. Кроме того, продукция подрядчиков, которые поставляют запчасти для украинских АЭС, чрезвычайно низкого качества, говорит политик. Запчасти для украинских АЭС, как правило, поставляют фирмы-однодневки из серии «Рога» и «Копыта», и это крайне опасно, говорит Журавко. Кроме того, серьезная проблема – плохая управляемость отрасли, которую захватили аферисты и взяточники, скрывающие от киевских властей реальное положение дел. Да и местные олигархи ради бабла уничтожают то, что еще осталось от отрасли, выкачивая из нее деньги безо всякой отдачи. По словам Журавко, управленческий хаос в ядерной отрасли Украины серьезно сказывается на безопасности атомных объектов страны. Аварии на украинских АЭС не редкость, а скорее, обыденность, отмечает собеседник ФАН. Кроме того, на безопасности сказывается и политическая ситуация, поскольку в угоду своим заокеанским хозяевам Киев отказывается от советского наследия в ядерной отрасли и вместо российского закупает по грабительским ценам американское топливо для своих АЭС. Украина фактически стала полигоном для испытаний американского ядерного топлива, которое не подходит по параметрам для станций, построенных еще в советское время, предупреждает Журавко. Так что мой коллега Евгений Мураев прав, вурдалаки, которые заправляют на Украине, в том числе в ядерной энергетике, могут привести мир ко второму Чернобылю, а может и к чему-то пострашнее. По словам Алексея Журавко, Международное агентство по атомной энергии, МАГАТЭ, должно как можно скорее обратить внимание на эту ситуацию. Если этого не сделать, и ситуация не изменится, катастрофа неминуома. Предупреждает экс-депутат Рады. Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел в ночь на 26 апреля 1986 года. Последствия радиоактивного заражения огромной территории в результате этой катастрофы ощущаются до сих пор. Расследование показало, что основной причиной трагедии стал человеческий фактор, грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом станции. Продолжение следует...